Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра и посмотрите, какую легенду в лице сегодня я решил выгодить. МС-1, пацаны, я понятия не имею, чем же так популярен этот танк, но постоянно в чатах боевых событий, в чатах каких-то там стримов, постоянно слышишь только одно МС-1, МС-1. Я не знаю, пацаны, честно говоря, что крутого в этом танке, но возможно сейчас после боя узнаем. Как вы все прекрасно знаете, его сейчас перевели в разряд коллекционной техники, и сейчас он, если у вас и был в ангаре, сейчас его можно восстановить, накопив всего лишь 25 золота. Но мне кажется, пацаны, что этот танк не столь нагибной в рандоме, сколько просто, наверное, ну какая-то память с былых времен, потому что из ветки исследования он ушел достаточно давно. Ну что, ребят, я не думаю, что есть смысл какой-то смотреть технические характеристики этой машины, потому что, ну, на этом уровне, ну, мое уважение, пацаны, я вообще не разбираюсь, что к чему. Но прикольно, прочность 410, урон в минуту почти 700 единиц. Ну, типа, как бы, это если бы мы с вами взяли какую-нибудь Ягу, либо же какого-нибудь Е100 с 2500 хп, и прикинули, что у него было бы там 4к. Ребят, на самом деле, народ, я не знаю, что такое МС-1, и возможно, я больше чем уверен, что я катал на этом танке, но давным-давно и делал это, наверное, не совсем осознанно, потому что я только пришел в эту замечательную игру, и понятия не имел вообще, что это такое. Вот, нас кидает против танков уровня номер 3, и, пацаны, если кто-то из вас все-таки решил последовать моему примеру и тоже выкатить этот танк в рендом, готовьтесь к полному концу. Ну, если сказать мягко, потому что второй, третий, четвертый, пятый уровень, это, ребята, это полная вахханалия и полный трэш. Здесь игроки не знают, что такое World of Tanks Blitz от слова совсем, а не только, это их первые недели в игре, ребят, первые недели. А, может быть, иногда и дни. Вы спросите, Ватя, зачем ты выкатываешь эту коляску инвалидную? Ребят, просто посмотрите, что это такое, что это за танк, почему о нем так много говорят, чем он знаменит. Ну, наверное, тем, что не может сбить забор. А, посмотри, я реально размером с тележкой, пацаны, я размером с тележкой. Ой, бедолага. Там, блин, бедный экипаж, он, наверное, уже с больной головой едет. Сотрясение получил 15 штук. О, прекрасно. А-а-а-а, вот оно как, пацаны. До свидания. До свидания, до свидания. Я понял, что это не наша каточка. Боже, у него еще и орудие не поворачивается. Да, ребят, это инвалидная коляска. Серьезно, прям 100% инвалидная коляска. Как ЛТ можно сделать таким убогим? А, и лишить его полностью голды. Против троек. Пробитие. Нет, пробитие. Мехвод контужен. Скорость движения и поворота снижена. У тебя есть мехвод? Реально? Прям так? Я думал, ты там один сидишь. А-а-а, нифига себе, ребят. Нифига себе, пацаны. Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста. Я не танкую ничем. Я у меня же ЛТ, хо-й, ёпара, СТ. Я же не танкую ничем. Помогите мне кто-нибудь. Мимо. А-а-а, это... Я не знаю, пацаны, зачем я выкатил эту штуку, но это жесть. Это жесть. Ну, то есть, эм... Испытал ли я какое-то наслаждение? Да, ну, нет, конечно. Да, ну, нет, конечно. Никакого наслаждения я не испытал. Я испытал только боль унижения. Вот серьезно. Против третьего уровня МС1 не играется вообще. Абсолютно. Он пробить никого не может. Посмотрим, что будет во втором бою. Чисто оставить в ангаре, как память. Да, пусть будет. 25 золота. Я думаю, что в современном мире сейчас у каждого есть 25 золота. Просто... Просто посмотрев рекламку там несколько раз, у вас уже это количество золота есть в ангаре. Поэтому... О-о-о-о. Ну, пацаны, батя в здании против первых уровней. Сейчас будем. Сейчас будем нагибать. Ха-ха-ха. А что это сзади, пацаны? Это... Прошлый мехвод? Ребят, ну, очень похоже на это, по крайней мере. Поехали. Поехали. Что, я легкий танк, да? Здесь вообще город играется, интересно, на этих уровнях. Тут же тяжей даже нету на первом, втором уровне. Тут СТЛТ только одни. А, ну ПТшки. Я думал, сейчас будем в очереди стоять, типа там а-ля 5 минут. Не-е-е. Нашлись такие же неадекватные, как и я. Да-да-да, постоим тут немножечко. На же время он куча. Едем, едем. Полный вперед. Давай. Бам. К сожалению, нет у меня адреналина. Посмотри, он на меня смотрит. Вот тот справа и не стреляет. Давайте сделаем вид, что я вообще его не замечаю. Он смотрит на меня и говорит, э-э-э, что-э, где? О-о-о-о. Да я чанкую еще. Блин, ну это, капец, первое уровня выглядит вообще мощным, да? Это что, немецкий танк? Каточек, пацаны, ассист, ассист на втором уровне. Ассист. Ой-ой-ой-ой. Да. Я же бронированный должен быть для тебя, нет? Это такой звук, блин, как будто бы попкорн где-то лопается. Слушайте. Вы что, опять проиграем, что ли? Вы... Вы что, блин, издеваетесь, что ли? 400 урона. Ну, сказать, что какая-то бешеная альфа, я тоже не могу. Абсолютно типичная для всех. Все кидают плюс-минус 40, блин, 50, по-моему. Ну, в этой карточке, по крайней мере. Я даже дерево... Не могу свалить, нормально. У него, знаете, что от ЛТ, ребят? У него от ЛТ отсутствие полного... Полное отсутствие брони. Вот что у него от ЛТ. Ём! Ну, ребят, это средний танк, мое уважение. Конечно, он будет танковать. Средний танк. Ай. Увенов не хватило просто. Ребят, посмотри, какой урон. 800 урона. Это же... Я просто, ребят, я, походу, сейчас просто... 846 урона. Ребят, то есть я сейчас дал в два раза больше, чем у меня количество моих хп. Ну, неплохо. Мастером не пахнет, конечно, но... Первый знак классности мне обеспечен. Так, а что там, кстати говоря, по команде? Давайте просто поинтересуемся, что там по команде. Ну, команда сделала в два раза меньше, чем я. Ну что, пацаны, идем, наверное, в третий бой. И он точно будет финальным. И если я буду так катать до посинения, то боюсь, что ролик на полчаса, на час вам... Ну, совершенно не зайдет, что это, блин, полуролик, полустрим. И, пацаны, МС-1 нужен только тем, кто хочет просто танк в коллекцию. Это не фан, это не угар. Здесь вы не поднимите статистику. Ну, мое уважение, пацаны, но против третьего уровня, когда ты будешь стоять и не понимать, куда пробивать танк... А такое будет случаться, особенно с некоторыми немецкими танками. Но фаном пахнуть вряд ли будет, пацаны. Будет подванивать, ну, далеко не этим. Я не знаю пока, где народ весь, который, по идее, должен был бы подниматься туда. Все, я нашел ее. Слушай, ну тройки хотя бы похожи чуть-чуть на танки, да? Да? Согласитесь? Плюс ко всему, надо не забывать, что второй, третий уровень, да вплоть до пятого, это полная вакханаль. Я уже тысячу раз говорил. То есть то, что тут происходит, вам потом, наверное, будет в кошмарах сниться. Ну, зато вроде как ПТ нету. Я вот точно не помню. Или с третьего уровня есть какие-то ПТшки? Ну, он СТ, ребят. Шанса взрыва уличен. Пробил. Так, у нас минус один уже. Пробитый. Да ты выцеливай, я, блин, хоть в снайпу захожу, ты хоть выцели меня. 0-3, пацаны, как вам игра? Ну, на этом уровне я имею в виду. Я думаю, что прекрасно. Ладно, ребят, в любом случае, я не буду особо там упарываться, там, долго-долго, прям, знать, что тут получится. Вот, потому что в этом нет никакого смысла. В этом абсолютно нет никакого смысла. Но выкатили, поугарали, слили все, что только могли слить. БТ-7, это тройка, на секундочку, ребят. А-а-а, броня не прибитых, серов. Да нет, все-все-все-все, все нормально. 538 урона, пацаны, я тут единственный остался. Капец, у него альфа сотка. А, 70, ну, 70. Ужас. Это смешно. Ладно, пацаны, ну, как бы на этом с вами. Закончим суперкатки. Ха-ха, 778 урона. Команда, я уверен, что команда дает там по 200, по 300 урона. Да-да-да, побольше, побольше стрелять. У них есть фул... У них остались фулл хпшные танки, пацаны. 778 урона. Нет, все, с меня, пацаны, хватит. Даже не уговаривайте в будущем. Я не буду играть на вот этом уровне. Это потому что это просто ужас. Это просто откровенно ужас. Но есть смысл вам открывать, показывать, что это такое. Но есть ли смысл какой-то? То есть это будет повсеместно. На этом уровне это будет всегда. Это будет абсолютно точно всегда. То есть тут вы тупо рассчитываете только на себя. Смотри. Вот. Тут стоит рассчитывать только на себя. Потому что команды здесь нет. Здесь никто не читает никакие сообщения. Здесь никто никому не помогает. Вот. Просто знайте, что вероятнее всего в первые 30 секунд у вас будет минус 3 танка. И потом уже, если повезет, остальные чуть-чуть подольше поживут. Но тащить в любом случае вам. Народ, всем огромное спасибо за то, что посмотрели такой необычный видосик. Всем хорошего настроения. Приятного просмотра. Всем хорошего дня. Пока-пока.